Своим зрителям такой вопрос. Относитесь ли вы с пониманием к курсу Путина? Результат оказался неожиданным. 89% позвонивших говорят да, они относятся с пониманием к курсу Путина, 11% говорят нет. Опрос почему-то так и не был опубликован на сайте телекомпании. Блогеры обвинили НТФЛ в сокрытии неудобного результата. Единственное место, где до сих пор остались цифры архив телетекста. С момента начала кризиса на Украине западные СМИ позицию России и президента Владимира Путина освещали практически исключительно в негативном ключе. В Германии все это привело к тому, что крупнейшие газеты, теле и радиостанции завалили гневными письмами недовольные немцы. Реакция слушателей была очень бурной. Мы буквально разрывались от писем, звонков, сообщений на фейсбук. Многие обеспокоены и упрекали нас в провокациях и милитаризме. Ежедневная британская газета The Independent провела свой опрос. Решила узнать, кого ее читатели могут назвать своим любимым мировым лидером. Еще один неожиданный результат Владимира Путина таковым считают 61% проголосовавших. Комментировать результаты этого опроса представители газеты отказались. А это фрагмент телешоу Daily Politics на британском BBC. Чтобы объяснить причины неожиданной симпатии британца к Владимиру Путину, в студию пригласили даже психолога. Он производит впечатление очень принципиального и сконцентрированного человека. Мы все хотим лидеров такого типа. Как все это вообще возможно на фоне критических статей в прессе? Политолог Маркус Пападополос считает, британцам просто наскучили свои политики. Именно поэтому они столь неохотно вообще идут на выборы. Британцы хотят вернуться в те годы, когда у них был сильный лидер. Тот, кто не слишком беспокоился о том, что о нем думают. Например, Маргарет Тэтчер, Гаррд Винсен или даже Уинстон Черчилл. Речь не идет о том, поддерживают ли люди их политику. Но они уважают их как политических лидеров. Однако, когда глава партии независимости Великобритании Найджел Фаредж заявил, что уважает Путина больше, чем кого-либо из политиков на британской политической сцене, пресса раздула из этого настоящий скандал. Почти такой же, как и когда Фаредж нелицеприятно высказался о главном чиновнике Евросоюза Хермоне Ван Рампее. Нам говорили, что когда у Евросоюза появится президент, это будет значительная личность, лидер планетарного масштаба, стоящий во главе 500 миллионов человек. А вместо этого мы получили вас. Мне не хочется быть грубым, но действительно у вас харизма мокрой половой тряпки и вид мелкого банковского служащего. За эту обидную характеристику Фареджа оштрафовали на 3000 евро. За слова об уважении к Путину платить пока не заставили. Тем временем о Путине в позитивном ключе заговорил еще один политик, глава самой популярной партии в Шотландии, первый министр регионального развития. От Алекса Сальмонда потребовали принести извинения. Тот отказался. Я выразил свое восхищение некоторыми аспектами его политики, среди которых я имел в виду восстановление российской национальной гордости. Все это происходит на фоне падения личных рейтингов глав европейских стран. Один из самых популярных политиков Европы, канцлер Германии Ангела Меркель и та, согласно последним опросам, начала терять политический вес. Все чаще эксперты называют в качестве причины растущей среди немцев антиамериканизм. Канцлер проглотила обиду с прослушкой американцами своего телефона, а сейчас ее политика вновь идет в фарватере США. Впрочем, как считает бывший консультант правительства Германии, в нынешних реалиях другое просто невозможно. Все важные политики в Германии одобрены Вашингтоном. У нас есть только тому доказательств. В Германии вы не можете быть произведены даже в полковнике немецкой армии без одобрения американцев. Мы не можем заключать важные зарубежные контракты без одобрения американцев. Германия оккупированная, несуверенная страна. Американское влияние в последние месяцы отчетливо видно и во Франции. Лишь 10 мая ее президент Франсуа Оланд заявил о том, что полуторамиллиардный контракт на поставку России вертолету-носцев типа Мистраль будет выполнен в срок. А лишь спустя несколько дней после беседы в Вашингтоне французский министр иностранных дел говорит уже другое, что решение по Мистралям пока еще не принято. Я думаю, что европейские политики в основном не очень свободны в нынешней политической обстановке. Я использую вот это выражение. Они больше, чем руководители, это мажордомы. Поэтому мы живем в ситуации, где политические жизни очень сильно отличаются, например, от политической жизни сархалейной давности. Тем временем на заявления ряда политиков Старого Света о российском президенте реагируют за океаном. Влиятельная американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью об опасности обольщения Путиным, назвав эту опасность токсическим вирусом. Сейчас вирус заразил, видно, уже и часть американской политической элиты. Путин определяет то, что хочет сделать, и затем делает это за полдня, и лишь после все остальные на это реагируют. Вот то, что называется лидер. Президент Обама, ему нужно все обдумать, снова все проверить, поговорить с большим количеством людей. Уничижительные сравнения американского президента с Владимиром Путиным похоже новое оружие республиканской партии в политической борьбе. В этом году борьба эта идет за Конгресс. Чем жестче высказывания, тем больше очков получают республиканцы, ведь Обаме, президенту от демократической партии, сейчас не доверяют почти 60% населения США. Это новый антирекорд. Конгрессмен Майк Роджерс в итоге обвинил Обаму в том, что пока тот кидает стеклянные шарики, Путин играет в шахматы. Еще одна республиканка, бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, это она в свое время не могла понять разницу между Чехией и Чечней, сравнила двух президентов по-женски, попутно увязнув в стереотипах о России. Вы знаете, смотрите, люди смотрят на Путина, как на того, кто борется с медведями и бурит нефть, а на нашего президента они смотрят, как на того, кто носит мамины джинсы, увиливает от ответов и бестолку треплет языком. Так или иначе, но в США выборы состоятся только в ноябре. В объединенной Европе на днях. 25 мая, в день выборов на Украине, будет переизбран Европарламент. Это главный законодательный орган ЕС. Судя по опросам общественного мнения, все больший вес в Европарламенте нового созыва будут иметь партии, которые занимают либо нейтральную, либо и вовсе дружелюбную позицию в отношении России.